Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самвеле Адамяне и маму. Насущная тема – это уборка квартиры. Постоянно нам демонстрируют, как же в этой квартире все благоухает и так и пахнет свежестью. Ну, во-первых, Самвел все время нахваливает маму за чистоту в квартире и нарадоваться на это событие не может. А как же? Ведь на планетное все за нее делала, да, приходящая женщина. Пока она жила у Олеси, Олеся делала и там все за маму. Плюс у мамы на планетной, конечно же, еще была Зинка. Ну и, конечно, приезды личного повара Надьки. Но теперь мама осталась сам на сам со своей проблемой. Кто же будет убирать? И приходится маме выклянчивать, так сказать, похвалу у сына и трудиться в поте лица. Бедная не спит, не ест, только тем и занимается, что вычищает квартиру. Ребята, вы знаете, для меня как-то странный случай. Вот момент, когда сын хвалит маму за то, что в квартире чисто. Согласитесь, это вообще как-то неестественно, даже противоестественно. Потому что у любой женщины практически, ну кроме таких, как ТВ, на уровне генофона заложено держать свой домашний очаг в чистоте. Ну то есть это естественно. Плюс, конечно, дети, да. Вторые половины привыкли мужчины, что они приходят в чистоту, они приходят в дом, где всегда приготовлено, где пахнет вкусно, где их ждут. И в такие дома, конечно же, мужчины хотят возвращаться. То для Самвела понятно, да, вот это полуголодное детство, потому что мама только может кричать о том, как она готовила 9 салатов. Но все видят прекрасно, какой мама рукожопая, о каких 9 салатах может идти речь. То есть женщина, которая умела с молоду готовить, согласитесь, сколько бы ей не было лет, она никогда не растеряет эти навыки. Но по маме четко видно, что никаких навыков у нее нет. Я помню ее разделку курицы. Так вот, человек, который вырос в сельской местности, либо проживал в сельской местности, ну я не знаю, разделает, ребята, любой вид птицы, просто, я не знаю, наверное, с закрытыми глазами. Потому что столько их проходит через твои руки, что ты уже делаешь это на каком-то автоматизме. И когда я увидела, как разделывают курицу мама, у меня возникает вопрос, а было ли вообще то хозяйство, о котором так громко заявляет Самвел. Потому что сколько бы ей не было лет, но это, знаете, вот как ты обучился какому-то ремеслу, я не знаю, вождению, например. Даже если ты 15 лет не будешь сидеть за рулем, да, ты сядешь за руль, тебе будет страшновато. Но все равно это отработано, да, уже на уровне автоматизма. Вот точно так же и разделка мяса. Это одно дело, когда ты купил, не сталкиваешься на этом с регулярной основой, ну да, ты там можешь подрастеряться. Но это еще для молодой неопытной хозяйки. Но мама-то профура в этом направлении, все-таки нифига себе, троих детей кормила, и пироги, и торты пекла, и пирожки лепила, и 9 салатов в коронах. Короче, меня поражает, да, когда сын хвалит маму за чистоту. Это говорит о том, что он не видел от нее никогда этой чистоты. Точно так же, конечно, как и разносолов. Ну и следующий такой интересный момент, оказывается, Надька теперь, ребята, не знает, как выслужиться перед мамой. И каждый шаг, каждое событие докладывает маме быстрее, чем мама успевает добраться до Ютуба. Вы знаете, это тот удивительный случай, когда человека залили грязью, залили помоями с ног до головы. Вы знаете, даже не вот облили, а замочили, замочили, да, вот в этом дерьмище, только разрешают периодически голову достать с этого говнища. А потом, говорят, опять у него нырни, и человек это с каким-то наслаждением, да, принимает. То есть такое ощущение, что она какой-то мазохист, и она кайфует от того, когда ее унижают, да, оскорбляют, вот так вот хлещут по щекам, и она готова дальше эти щеки подставлять. Меня поразило, ребята, празднование Нового года у Сытников. Я помню, как ее замесили. Мало того, я помню, с каким кайфом Самуэл это снимал и потирал ручки, понимая, какой контент его ожидает. И, естественно, заработок так с этих видосов. Я не ожидала, что после вот этой грязи она осмелится вернуться. Мало того, когда мама публично, да, сказала, что нет места Надьке здесь больше, ну, как собаки какой-то, она все равно вымолила прощение. Это, знаете, вот как действительно собака, которая живет у плохого хозяина, да, который бьет животное, прогоняет, издевается. А вот животное, да, не понимает, за что с ним так поступают, подходит и лежит руки в надежде выпросить, да, вот это, вымолить вот эту ласку и внимание к себе. Вот то же самое для меня Надька. Вот это действительно как какая-то побитая собака. Ребята, я понимаю, что неправильно сравнивать человека с животным, но по-другому просто не получается. То есть у меня даже ощущение, что это не какой-то человек, потому что любой человек имеет честь, какое-то достоинство, уважение к себе, как к личности. А здесь она этого ничего не имеет, это насколько нужно быть умалишенной, вот так себя унижать. Мало того, я представляю, да, вот каково ей живется в селе, в ее там ПГТ, неважно, после вот этих стебов на Новый год, после того, как публично заявили, что она прет эти сумки со столовки, воруя, обворовывая детей, где она работает. И вот представьте, вернуться к себе домой, где, понятно, все знают, что она, но она тоже своего рода, там местная звезда, да, все знают, что она дружит типа с блогерами. И блогеры к ней приезжают, но адекватные люди понимают, что блогеры к ней приезжали исключительно для контента. И дружит она с блогерами только из-за того, что она навязывается, да, к этим блогерам. И вот представьте, кто-то, понятно, посочувствует, пожалеет, да, ну что женщина немного не в себе, а кто-то будет в открытую просто стебаться и смеяться. И вот представьте, да, сейчас люди, заходя на канал, читают вот эти комментарии, как люди дальше продолжают высмеивать Надьку, ей все ни почем, вот реально непробиваемая какая-то. Я не представляю, какой нужно преследовать интерес свой, либо какую-то, я не знаю, любовь, такую вот, знаете, абсолютную любовь к чужому абсолютно для тебя человеку. Мало того, такого степени любовь, что человек готов был переписать квартиру в надежде на то, что это хоть как-то, да, скажем так, какой-то будет вот такая какая-то галочка перед семьей Адамян, и они ее будут принимать. То есть для меня, например, отдать квартиру человеку, которого ты по факту даже не знаешь, с которым ты не прошел все круги ада, да, не прошел, я не знаю, горечи, печали, радость, какие-то успехи. То есть не проверен человек годами, и ты готов ему все отдать, последнее отдать, только для того, чтобы быть рядом с ним, согласитесь, странная тетя. И опять-таки, как ты его знаешь? Ты его знаешь по ютубу и по тем, в принципе, редким случаям, когда ты с ним взаимодействуешь, когда ты к нему приезжаешь. И опять-таки, ты приезжаешь не к нему, тебя, в принципе, да, к себе не подпускают, тебя селят у мамы и приезжают к маме, когда ты там, исключительно снять с тобой контент. И на большее ты не нужна, для большего ты не нужна. И вот по факту, да, ты не знаешь этих людей, но ты уже готова отдать. Для меня это тоже как-то странно. У тебя есть ближайшая подруга, с которой ты сама кричишь, прошла, да, всю жизнь бок о бок. И вот ты отдаешь квартиру не близкому человеку для тебя, который тебя при твоих болячках выхаживает, который за твоим котом смотрит, выслушивает тебя, вот эти твои стенания, страдания, да, и тому подобное. То есть ты не близкому для себя человеку отдаешь, абсолютно незнакомым людям только для того, чтобы тебя не турнули в очередной раз. Поэтому, да, вот и что у Надьки в голове действительно остается под вопросом. И сейчас, конечно, как только мама с ней зашла и, так сказать, взялась под нее трубку. И, кстати, ребята, вы знаете, в период войны действительно слетают маски. И хочется сказать, вот они даже в период войны показали отношение к ней. То есть ей никто ни разу не позвонил, не спросил, Надя, как ты, может быть, ты к нам приедешь. То есть абсолютно дали уже понять, да, что даже в период войны за нее абсолютно не волнуется. По барабану. Все прекрасно помнят тот ролик, когда мама даже не хотела звонить этой Надьке, да, и СМВЛ ее заставил позвонить Надьке и спросить, как она. И даже это она приняла, понимаете, с каким-то, я не знаю, счастьем, абсолютным счастьем, да, что наконец-то и до нее дошла очередь, и ей позвонили. И после этого она продолжает, да, вот так себя втаптывать и унижать, звонить маме, докладывать последние новости. Кто куда уехал, кто куда переехал, чтобы хоть как-то быть нужной и необходимой. Ну, а маме, конечно, на руку. Представьте, ребята, первое, да, затарят под завязку холодоз. Второе, бесплатный повар на какое-то энное количество времени гарантирован. Мне, кстати, интересно, как Надька на запад Украины попхнет эти торбы. Как вот она взгромоздится в поезд, потом, да, как она вот проедет всю эту дистанцию, утром будет в поезде свои эти клунки. И как ее встретят, очень интересно посмотреть. И опять-таки, какие сроки для пребывания ей установят. Потому что все прекрасно помнят, что в Днепре у нее был срок 2-3 дня и нахер с пляжа. На дольше Надька не нужна. Вот интересно, как здесь с ней поступят и сколько времени ей, так сказать, разрешат побыть возле царской семьи. Ну, и по теме отъезда сытников, Самвел прям тоскует-тоскует. Маменьки жалуются, как без них тяжело ему, морально, душевно, бла-бла-бла. И при этом предлагает маме вернуться в Днепр. Вы знаете, ребята, когда недавно он убеждал сытников, что зачем вы уезжаете, я вам гарантирую, вот посмотрите, вы приедете еще обратно. И когда реально над головой будут ракеты лететь, вы прибежите обратно, и все в таком духе. Так зачем ты маму отправляешь обратно, если ты уверен на 100%, что там будут какие-то угрозы для нее. То есть нелогично. Сытников, получается, нужно отговорить, чтобы они не уезжали. А маму, по его же мнению, нужно отправить в самое пекло. Но мама в этом плане непоколебима. Мама однозначно дает отпор и говорит, что никуда она не поедет. Будь что будет, она остается самбелом. Ребята, кому и куда ей по большому счету ехать? Кому она нафиг в Днепре нужна? Ну, скажем так, понятно, еще бы там, допустим, Адамяны, ой, Адамяны, Сытники, Юля, еще бы бегали, возможно, как-то прислуживали, посещали ее. Но это их обязанность. Это их обязанность не бросить маму. А на самом деле, ну, кто бы к ней искренне приходил, ухаживал, заботился о ней, да никому она нафиг не нужна. Опять-таки, даже к дочке она не может поехать, потому что, первое, да, никто на нее финансово не будет так линять и близко, как самбел. А самбел оплачивает, скажем так, свое вложение в бизнес. Потому что мама, это, естественно, бизнес, которого он ждет дивиденды, да, хочет получить прибыль. Поэтому он как бы вваливает в нее бабло. Ира, понятно, этого делать не будет. У Иры есть дети, в отличие от самбела, у нее есть внук. Ей, по большому счету, есть на кого тратить свое бабло. И явно в 74 года, когда твоей маме, она не будет ей обеспечивать лакшери жизнь, да, покатушки, покупочки. Ну, то есть, людям реально не до этого. Если самбел свободен, он не обременен работой, он не обременен головником, как сейчас заплатить налоги, как сейчас заработать бабло, за что жить растущими ценами. Его это абсолютно ничего не колышет. И, естественно, то есть, мама сопоставляет все за и против и прекрасно понимает, какое житие, бытие ее ожидает у Иры. Мало того, опять-таки, самбел тарит безграничным количеством лекарств, безграничным количеством памперсов. Только из-за того, что, повторюсь, вкладывает, вваливает бабки, да, в собственный проект. То Ира, естественно, будет это делать все в ограниченных количествах. И все абсолютно контролировать, что маме явно не понравится. Тоже питание контролировать. Но, короче, к Ире она 100% не поедет. Мысли Запорожья отпадает. К Эдику ей тоже, понятно, дорога закрыта, некуда ехать, да и не поедет она. В Днепре она тоже никому не нужна. Ну, возможно, Зина еще будет бегать к ней, да, за какие-то вот такие мелкие подачки. А по факту это человек, который за жизнь не сумел нажить себе ни друзей, ни близких людей, кому бы ты действительно был нужен. Поэтому она и понимает это объективно, адекватно и крутится вокруг самбела. Кстати, ребята, она такая стала, вот знаете, на украинском языке есть такое слово «лагедно». Вот такая вот прям «лагедно-лагедно», вот знаете, как такое, как теля, вот умная теля из двух маток сосе, да, вот то же самое и здесь. Она настолько какая-то вот, понимаете, идеальная стала, такая прям мамка-мамка и за все благодарит, и самвелку любит. Она прям растворилась теперь в сынишке и души в нем не чает. Кстати, отдельно стоит отметить, что пребывание у Олеси ей пошло на пользу. Та ее, походу, научила мыться регулярно и регулярно мыть голову. Обратите внимание, в последние моменты какая мама стала чистюля. Прям поразительно. Нет этих вскоченных волос, вечно грязной башки, вечно грязного халата, который уже можно было в угол ставить, и он бы там стоял. В общем, есть позитивные моменты. Ну и дальше я посмотрела распаковку продуктов. Ребята, все как всегда на кровати, ну ладно, в Днепре, это была ваша личная кровать, это нормально было, когда вы там рыбу жрали, икру жрали, ну короче, это все норм. Но, ребята, припереться в чужую квартиру и там устроить распаковку, на это способны только вот эти аккуратисты и чистюли семья Адамян. Ну и, конечно, сын пришел к маме не с пустыми руками. Он преподнес маме букет пионов. Когда, ребята, он сказал, опять-таки не забыв, да, упомянуть маме, сколько он отдал за эти цветы, и когда он сказал, что этот букет стоит 350 гривен, честно говоря, я выпала в осадок. Я не видела букета пионов за 350 гривен. И мало представляю людей, которые бы за 350 гривен купили вот букетик пионов. Ребята, кто не понимает, это где-то 12 долларов. Почему? Потому что пионы растут в каждом дворе. Но Самвел, походу, купил. Я, конечно, слабо верю, что они столько стоят, но мамке не забыл хвастнуть, сколько же обходится ему вот это, да, удовольствие мамы, чтобы она наслаждалась ароматами. Ну и дальше охотно вон схватился прям за мытье окошек, тыкал полуролика, посмотрите разницу. Ребята, я не знаю, я такого еще дебилизма и глупости не видела, чтобы вот человек умудрился снимать видос на мытье окон и показывать разницу до и после. Ну да ладно, разговор не об этом. В этот момент звонят мамки и сообщают, правда не сказали, кто ролик на этом оборвался, то есть вырезали кусок, либо остановили съемку. Сказали, что умер какой-то мужчина, которому было 44 года. Самвел и ухом не повел ему, эта тема абсолютно неинтересна. Он продолжил, да, вот этот момент самолюбования, самовосхищения, восхваления и продолжил мытье окошек. И начал нам опять-таки демонстрировать, какой он молодец, какой он чистюля и аккуратист, как он сумел добиться идеальной чистоты этих окон. Окон, окон, в общем, показал себя во всей красе. Но где там чья-то смерть? Нахрен она ему нужна. Намного важнее чистые окошки у мамы. Ну и дальше мама поведала всем нам, что боится какать, потому что не работает слив. Я прям, ребята, за нее раз переживалась, разволновалась. Думаю, это ж сколько человек тяжести в себе носит. Смыф-то не работает. Но мамке объяснили, как им правильно пользоваться. Ну и дальше пошло восхищение самвелом вот этой вишни, дички, да, которая растет под окном и прям вот на первом этаже в окошке к маме попадает. Хочется сказать, можно долго восхищаться, но теперь самое главное, чтобы мама, так сказать, ее не пометила, эту вишню. С окна, вот как она умеет, да, чтобы ничего на эту вишню не летело. Потому что тогда точно все, проходя мимо этой вишни, будут знать, здесь была Татьяна Адамян. Ну и дальше самвел, ребята, поведал всем, что теперь у него жопа в мыле. Я так и представила себе, он прям как свадебная лошадь, да, на голове цветы, а жопа в мыле. Труженик-труженик. Ребята, я никогда не могла представить, что вот мытье трех окон, окон, не знаю, где правильно ударение ставится, поправите, вот, может вызвать у человека такое самовосхищение. Вот действительно, выполнил непосильный труд. Ну и далее самвел рассказал, что ничего не проходит у него просто так. Он заставляет всех работать и думать. Ребята, все, занавес, вот здесь мне стало очень смешно. Стесняюсь спросить, кого он заставил думать и работать. Что-то, да, не видно ни по чите сытников, ни по коке, чтобы их заставили работать, ну или на крайняк хотя бы думать. То есть, где, например, думалки, да, думы какие-то, и где, например, коки. Но, согласитесь, уже вот в единую картинку, в одно целое это как-то не соединяется. А уж тем более работа и коки, это вообще трындец. Наверное, какие-то бы природные катаклизмы произошли, если бы коки пошел куда-то работать. Поэтому, когда он начинает кричать о том, что он кого-то заставил работать, ребята, становится весело. Ты вот не мамку 74 года напрягай, а покажи на примере сытников, коки, как ты можешь воздействовать на людей, заставлять их думать и работать. Ну и дальше, ребята, мамка поведала всем нам и самому самвелу, что нельзя на нее кричать. Так может и сердце стать. То есть, когда она в истерике, да, а когда она орет, ребята, она реально похожа на неадекватного умалишенного человека. Вот эти выпученные глаза, вот эта гримаса, искривленная ненавистью, злостью какой-то, да, неадекватностью. И оно открыло рот. Это страшно. То есть, в этот момент о своем собственном сердечке она даже не задумывается. Но на нее нет, кричать нельзя, так сказал доктор. Потому что сердце может не выдержать. Так вот, когда человек, да, заботится о себе, о своем здоровье и понимает, что ему нельзя нервничать, он не будет с пеной у рта орать на ютубе. А так, получается, на мамку кричать нельзя, но она кричать может. Ну и следующий момент, ребята, у ТВ такие интересные моменты появились. Теперь она общается с чертом. То у нее девочка с картины на планетной вылазила и ходила по квартире. Теперь мамку посетил конкретный черт. Она с ним уже дружит и ходит так и разговаривает. Черт, черт, отдай мне мое. Черт, черт, верни то, что взял. Жесть. Думаю, вот это реально ку-ку. То есть, этот сидит с котом разговаривает, как всегда, какой-то, я не знаю, извращенец с особым наслаждением в этих ушах ковыряется. Уже кота жалко, честное слово. И при этом вот он в ушах ковыряется с котом в базаре, сзади на заднем фоне мама ходит, черта призывает вернуть ополаскиватель для белья, который тот скоммуниздил. Ну, короче, ребята, я не знаю, психбольница на выгуле. Я не представляю, как могли закрыть игрень в Днепре. Ребята, там же просто была колоссальная больница для душевнобольных. Что теперь будет? Вот глядя по ТВ, ей действительно туда. То есть, ходите, призывать черта что-то ей вернуть. А самого на это такое ощущение, что даже внимания не обращает, какие у мамы диалоги с потусторонним миром. И опять-таки, кот, ой, ребята, кот, черт за целый ролик умудрился у мамки и капусту квашеную скоммуниздить, не понимая со слов мамы, что он взял. И точно так же вот этот ополаскиватель для белья, который мама никак не могла вспомнить, как называется и что это у бутылки, есть вообще такое. То есть, потом он забрал у нее ополаскиватель для белья. Какой-то неадекватный черт попался ТВ. Но, походу, какая сама ТВ таких чертей она к себе, ребята, и притягивает. Ну и следующая новость, ребята. Где-то Эдик пропал с Ютуба от мамки. Она его уже третий день ищет на Ютубе. Уже пора в розыск его объявлять. И не может найти. Находит всех. И Сытников находит. И Диану. И Самвела. А вот именно Эдика никак не может найти на Ютубе. Уже и Ютуб, скажем так, взбунтовался, устроил мамке забастовку и не подпускает к родимому чадушке. Я так понимаю, что мама случайно нажала от писька и теперь не может найти Эдуарда. И Самвел, конечно, пообещал маме, что сразу сейчас его и отыщет. Ну и дальше, ребята, посмотрела, как мама устроила дегустацию сыров. Сыров, которые привезли Самвел. Жесть, ребята, лучше бы он этого не снимал. Когда стоит Женя, она отковыривает куски этого сыра и закидывает к себе вратяку. Сыр этот крошится. Вратяку закидываться не хочет. Рассыпается, распадается. Я такого еще не видела. Вы знаете, вот такое ощущение, что голодный человек, который никогда не видел еды вдоволь, открыла этот кулюк вот так варварским способом, достала и выковыривает куски этого сыра. Ребята, такая какая-то беспардонность, такая мерзость. Меня реально начало тошнить. Думаю, нормальная женщина, да не то, что женщина, любой нормальный человек, ну взял доску разделочную, нож, да, отрезал, на тарелку взял бы, сидел там, ел этот сыр. Но, опять-таки, мама это мама. То есть, она стоит кусками, шматами, да, выковыривает этот сыр и вратяку в свое жерло все это пропихивает. Даже Сэмбел удивился вот такому поведению своей мама. Следующий момент, ребята, выяснилось в этом ролике, что Олеся маме стирала лифчики. Это для меня был шок. Это, честно говоря, для меня был стресс. То есть, я не представляю, как под какой-то старухи, видя, какая она грязнюля, грязнуля, да, видя, что у нее там грибки какие-то. Ну, в общем, такая вот, знаете, неприятная женщина, которая, наверное, даже неприятно прикасаться. Я не представляю взять ее нижнее белье и пойти стирать. Мало того, а для чего это делать? С какой вот такой целью это делать? То есть, она не немощная, она не лежачий человек, да, за которым требуется уход. Вот, ты взяла просто так нижнее чье-то белье и пошла его выстирать. Мало того, ребята, я даже не представляю, где мозги у ТВ, как ей самой не было стыдно, чтобы кто-то шел и выстировал ее из подня, да, чтобы кто-то прикасался к ее нижнему белью. Кто-то его стирал, но любой бы женщине, наверное, было как-то противно от этого. Одно дело, да, я понимаю, когда люди болеют, люди не могут за собой ухаживать. Ну, ребята, с таким счеты не сводят. Но когда ты, да, за покупками на покатушке, на гульке бегаешь впереди паровоза, не постирать свой лифчик или свои трусы, или как Зина за ней, да, выстировала ее сранки, для меня это шок и ужас. То есть, насколько она привыкла, чтобы ее обслуживали, чтобы у нее была обслуга. И Леся такая, вот знаете, в ролике гонористая, такая чисто реальная, уверенная в себе тетя, которая, да, там бабла вам не хватит со мной рассчитаться, конечно, не хватит. Далеко не каждая пойдет ТВ-лифчики стирать. И если бы это была правда, и Леся таковой являлась, ну, ради чего бегать и мамы на лифоны полоскать. Простите, ребята, я вообще сидела в шоке. Это вот занавес, просто тушите свет. И повторюсь, да, вот именно поведение мамы для меня вообще ужаснуло. То есть, как это так, ты кому-то даешь свой лифчик, чтобы кто-то его постирал. Ты что там, я не знаю, сама не можешь прополоснуть свое личное, свое нижнее. Ну, это ужасно. И, опять-таки, я представляю, как нужно любить Самвела. И как захотеть, да, ему прислужить, перед ним выслужиться, чтобы пойти и полоснуть лифчик его мама. Ребята, это действительно уникальный случай. Но я прощаюсь.